С 15 по 19 октября в Сочи работали 10 специалистов из инспекции труда Краснодарского края. По предварительно составленным спискам злостных бизнесменов-нарушителей трудового законодательства они проводили рейды по выявлению неформальной занятости. Другими словами, проверяли наличие трудовых договоров на каждого из сотрудников, условия труда и то, как работники получают зарплату – белую или в конверте. Итоги работы краевых инспекторов в Сочи озвучили на совещании, которое прошло в администрации курорта. Сопротивление со стороны работодателей, к сожалению, имеет место быть. Некоторые работодатели, большинство, не понимают, зачем заключать трудовой договор. Поэтому, может быть, даже целесообразно какие-то проводить с работодателями семинары, тем самым призывать их, объяснять им, зачем, для чего и все-таки какие гарантии работник может иметь благодаря заключенному трудовому договору. За время краевого мониторинга в Сочи было проверено 74 предприятия. Компании за несоблюдение требований закона были оштрафованы на 396 тысяч рублей. Сочи, как ни один другой муниципалитет, очень напряженно работает в летний период, в зимний период, на Красной Поляне, когда возникает много новых точек активности, продаж, всевозможных услуг для людей. И мы очень серьезно подходим к теме того, чтобы на всех этих точках были официально трудоустроены сотрудники. Всего же с начала года мониторингом контрольных групп было охвачено 889 организаций. За неформальную занятость они заплатили более 4 миллионов рублей штрафов. Подобная работа будет продолжена, ведь от этого явления страдают в первую очередь сами сотрудники, которые, работая без договора и получая зарплату в конверте, не могут в будущем рассчитывать на достойную пенсию или даже взять кредит или ипотеку в банке. Негативно неформальная занятость сказывается и на бюджете города, ведь деньги, которые бизнесмены-нарушители не отчисляют в виде налогов, можно было бы потратить на обеспечение социальной сферы курорта.